Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вторые сутки, четвертые сутки, пылают в станице, что-то типа этого, да? Не, не это, пылает что-то другое. Пылает на Москве вторые сутки по поводу, знаете чего? Видео подбитого украинского танка Challenger 2. При всем при этом, и они расписывают, боже, как они это все смакуют, как им это нравится. Как они это все по всем телеканалам, а вот такой. Ой, вы же посмотрите, это мы подбили, это мы практически победили. Это значит чуваки, у которых Украина уничтожила или отжала, там 4200 или 300, я не помню сколько танков, смакуют повреждения на мине одного единственного Challenger, экипаж которого, кстати, остался жив-здоров. Сам танк оттянут и поремонтируют, увидите еще. Просто повреждения. Вы представляете, до какой низости, до какого маразма докатилась, до какой ницести, да, вот, ницести, докатилась бывшая вторая армия в мире. Помните, когда они два леопарда подбитых в начале контрнаступления, наверное, недели две или три показывали, причем знаете, что они делали? Они их снимали с одного ракурса, это были одни-два танка, да, потом они их снимали отсюда, а это уже совершенно другие, потом сверху, потом сбоку, то есть там съемок много было на самом деле, беспилотники снимали, пехота снимала с поля, кто как мог, наши снимали тоже, и они эти кадры, значит, каждый раз запускают по телевизору, но мы подбили два леопарда, мы подбили 12 леопардов, мы подбили 250 леопардов, мы подбили 2000 леопардов, да, и леопарды разбежались по деревьям, и такое, понимаете, вот эти два леопарда, они показывали, они две недели, он до сих пор еще показывает, и так они гордятся, и деды воевали, и все это вот вместе, и можем повторить. Два танка, два, два танка гребаных, экипажи остались живы, кстати, и там, и там, да. И представляете, сколько у них в штанах гордости от того, что они подбили два танка, правда, при этом потеряли больше 4000, чтобы вы просто понимали, до чего они вообще, это, это, знаете, вот все, что сегодня происходит вот с этими танками, это один челленд, думайте, да, вот они за все время там подбили, они, по-моему, повредили вот по сей день, они повредили, по-моему, 5 леопардов, вот до сегодняшнего дня уже прошло сколько сначала, как мы их получили, 5 леопардов повредили, они сейчас все в ремонте, скоро будут на фронте опять, и повредили аж один, аж один челленджер, и пляски с бубнами устраивают, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот мне это напоминает, когда-то вот на Соломоновых островах, я вам сейчас объясню, на Соломоновых островах жили очень злобные дикари, и они ничего не могли поделать, ну, в силу того, что свои технологические, технические и умственные, да, и умственные тоже отсталости, ничего не могли поделать с солдатами Ее Величества, тогдашние, да, и вот один раз, вот они, знаете, что делали, они, они, когда, они ничего не могли с британцами поделать, но они один раз, британцы, когда отступали от этих дикарей, потеряли пробковый шлем, да, и вот эти туземцы устраивали пляски с перьями, с воплями, с подпрыгиваниями вокруг этого пробкового шлема и кричали, что мы победили, ну, так вот, чем это отличается, один шелленджер, пляски, туземцы, Путин, а, не, Путина не было, а может и было, черт его знает, слава Украине!